На следующей неделе в Северодвинске вводится карантин по ОРВИ. Более 800 детей заболели острой респираторной вирусной инфекцией. Всего по городу почти 2000 больных. Это только за первые три рабочих дня. Готовы ли медицинские учреждения города к эпидемии? Это и другие вопросы сегодня обсудили в администрации города. На совещании противоэпидемической комиссии был мой коллега Михаил Брюхов. По решению администрации карантин в городе введут со среды 18 января. В первые три рабочих дня нового года с 9 по 11 января заболеваемость ОРВИ составила почти 103 человека на 10 тысяч населения. Для объявления эпидемии достаточно 98. Ясное дело, это объяснимо. Были праздники со 2 по 8, никто не работал, к врачам идти не хотелось, сидели дома. Ну и вот только вышли на работу и пошел резкий заболевание населения. Детские поликлиники в период карантина не будут принимать здоровых детей, а поток пациентов разделят на две части. Грипп и ОРВИ отдельно от других заболеваний. Если во всей школе или детском саду, а также в отдельном классе или группе болеют гриппом и ОРВИ более 20% детей, остальных распустят на каникулы досрочно, как минимум на неделю. Все массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях также отменяются. Мы начально планировали, что будем работать 3, 4 и 6, но уже 3 у нас было вызовов 100. Мы дополнительно еще 2 дня ввели. Все пациенты обслуживаются по неотложке на дому. Стараемся, чтобы в поликлинику не ходили. С гриппом в городе ситуация спокойнее. Всего 9 взрослых больных, ни одного ребенка. Тяжелых форм заболевания у горожан не зафиксировано. Госпитализация также потребовалась немногим. Руководители городских больниц утверждают, к экстренным ситуациям готовы. Сегодня в медучреждениях хватает мест, лекарств и сотрудников для приема новых больных. Готовы работать и по выходным. Михаил Брюхов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.